Мы осматриваем по 250-300 человек в день. Почему погибают дети? Еще 20 лет назад, например, такая травма, как падение детей из окна, даже не встречалась. Для Баймахана Садуо это привычная ситуация. Позвонить в приемное отделение, узнать о состоянии поступивших пациентов. Мы осматриваем в день по 250-300 человек с индивидуальной травмой. Обычное число пострадавших очень сильно зависит от погодных условий. Если стоит теплая погода, все дети выходят на улицу. К нам поступают с самыми различными ситуациями. Дети не были бы детьми, если бы могли усидеть на одном месте, особенно летом, когда тепло и столько возможностей для активного отдыха. Врачи выделяют пять основных причин детского травматизма. Это падение с верхних этажей, дорожно-транспортные происшествия, травмы с детских площадок. Часто пострадавшие – это любители кататься на велосипедах, гироскутерах и роликовых кайках. С приходом тепла открываются двери и окна. С этого момента увеличивается число детей, выпавших из окон вторых, третьих, пятых, шестых этажей. За пять последних месяцев к нам поступило порядка 10-15 детей. Еще у нас при катании на велосипеде обычно не принято надевать шлемы и специальную защиту на руки и ноги. Поэтому так много разных детских травм. Мы считаем, что если взрослые будут больше уделять внимание тому, когда ребенок садится на качели-курсели, нелепых травм будет значительно меньше. У каждого времени есть свои требования и тенденции. С техническим прогрессом появляются все новые причины детского травматизма, говорят врачи. К примеру, в последние годы значительно увеличилось число детей, выпавших из открытых окон. В числе чудом выживших ребенок этой женщины. Трехлетний мальчик упал с пятого этажа, а эта высота в 15 метров. Я открыла окно проветрить, но дома все были. Я вот просто задумалась и вышла. Вот даже минуты не прошло, я поняла, что я открыла окно, пошла назад, смотрю, сетки нет. И я просто поняла, что я побежала по комнатам, зову ребенка своего, а он у меня пятый, потому что самый младший, я за ним как бы больше всего так смотрю. Его нет по квартире, муж выглядывает в окно и говорит, наш ребенок упал. Снизу люди кричат, ребенок упал с окна у вас, ребенок выпал. Когда Энур посмотрела вниз, там уже сбегались и шумели люди. Все, кто был на улице, бросились на помощь. К счастью для ребенка, очень быстро прибыла скорая помощь. Родился в рубашке, позже скажут матери. Ребенок упал на высокое дерево. Он на сетке, получается, упал на дерево, на ветку. Ветка, видимо, сломалась под ним, и он уже упал дальше на землю. Но в любом случае удар был смягчен, и внизу то, что не было асфальта, сказали, большое вообще везение. Если был бы асфальт, вообще без вариантов. Сейчас будет тряжная геносистема. Сейчас у нас система 3-ANGE. Первое, что нужно сделать медсестрам, это разобраться, кому из пострадавших нужно оказать неотложную помощь прямо на месте, и чьи травмы не так опасны. У нас круглосуточно работают такие врачи, как травматолог, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, хирург, педиатр и лор. Оказание помощи детям осуществляется в плановом и экстренном порядке. Экстренная помощь оказывается бесплатна, даже если пациент из любого другого населенного пункта. В частности, сюда относятся оказание помощи больным, консультации врачей, высокотехнологичные исследования, в том числе компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Вообще все подобные исследования проводятся бесплатно. Как после таких случаев не верить в ангела-хранителя, говорят травматологи. Обычно после падения с высоты в 15 метров травмы несовместимы с жизнью. Еще 20 лет назад, например, такой травмы, как падение детей из окна, даже не было. Раньше окна открывались только в верхней части, только в форточке для небольшого входа воздуха. А теперь очень много выпавших детей с очень тяжелыми травмами и увечьями. По тяжести они сопоставимы даже с травмами после автомобильных аварий. Подумайте сами, что будет с ребенком, который выпал и пролетел 15-10 этажей. Раньше-то и высот таких не было. 33 года я работаю в этой области медицины. Я это точно знаю. Последние годы эта травма очень часто встречается. Не во всех трагедиях есть виноватые, говорят врачи, но все же напоминают. За судьбу ребенка напрямую отвечают родители и делятся наблюдениями. Часто не столько домашние хлопоты мешают взрослым присматривать за детьми, сколько увлеченность мам и пап смартфонами и социальными сетями. Двух-трехмесячные или семи-восьмимесячные дети часто получают ожог, потому что родители держат детей перед собой, на коленях, возле горячей еды или чайника. Обидно, что взрослые не обращают на эту опасность внимания. 10-20% детей к нам поступают с ожогами от горячего чайника. За рубежом родители несут полную ответственность за здоровье детей в возрасте до 5 лет. Есть закон. Серьезные административные штрафы. Наши же родители часто несут значительно меньшую ответственность. Столичная детская больница номер 2 – это уникальная медорганизация, которая помогает малышам круглосуточно. Статистика детского травматизма угрожающая. К примеру, в 2017 году 110 тысяч детей получили различные травмы и прошли лечение. В минувшем году эта цифра увеличилась уже до 126 тысяч. И хотя ключевым фактором такого роста называют увеличение численности населения города, стабильность этого показателя вызывает озабоченность у специалистов. Из этих 126 тысяч детей 15 тысяч были прооперированы. Например, если сломана рука или нога, такая травма относится к средней степени тяжести. С ними детей госпитализируют наши отделения. А в результате легкой травмы обычно нет необходимости везти в больницу. Их направляют домой на амбулаторное лечение. В таких случаях мы просто предоставляем первую медицинскую помощь. Например, накладываем гипс, обрабатываем рану. Затем этот пациент направляется в поликлинику по месту жительства и проходит лечение там. Ну, совместно осматриваем, если приходит травма носа, то есть если там открытая рана носа, то есть прежде всего мы смотрим, то есть перечную хирургическую обработку делаем. Ну, в целях эстетического вида, чтобы хорошо выявлено, налаживаем швы. И уже донышка остается уже у лора, у врача. Обычно раны растущего организма хорошо и быстро затягиваются. Однако, если повреждения обширные, раны рваные, которые могут остаться на протяжении всей жизни, врачи рассматривают эстетическую сторону. Каждый пациент с травмами лица и челюсти сразу проходит рентгенодиагностику. Если к нам попадают с тяжелыми травмами, мы ее называем политрама. При поступлении такой пациент направляется в реанимационное отделение. На месте ему оказывают неотложную помощь. В зависимости от того, где он был травмирован. Это может быть сотрясение головного мозга с одновременными переломами конечностей. Тогда при травмах головного мозга реаниматолог и нейрохирург работают вместе. Общий хирург занимается травмами внутренних органов. Врач-травматолог с переломами конечностей и костей. Сложные случаи бывают, когда сопутствующие заболевания. То есть сахарный диабет или гемофилия иногда встречается. Не то, что сложные, они опасные самые. То есть если при гемофилии происходит хранение, то там кровь плохо сворачивается и вот в этом плане опасные дети считаются. Даже самые простые травмы могут впоследствии нанести серьезный вред. К примеру, после удара лбом или лицом лобная кость двигается со своего места и может оказывать давление на речевые центры коры головного мозга. Грубые травмы затылка могут сопровождаться нарушением зрения. Смещение затылочной кости часто приводит к нарушению кровообращения в позвоночных артериях, что влечет за собой частые головокружения. Дети постарше, 12-13 лет, очень часто любят делать на качелях солнышко. Солнышко – это когда они соревнуются друг с другом, кто раскачает качель и поставит ее вверх ногами. Однако не могут удержаться, падают. А в это время сама качеля, как правило, железная, изо всех сил ударяет ребенка по голове. Очень многие дети получают такие травмы. Сотрясение мозга и кровоизлияние в мозг – очень тяжелые последствия. При наличии у ребенка каких-либо отклонений необходимо незамедлительно обратиться в больницу. Разные бывают симптомы. Пассивность, потеря аппетита, нередко плачут. Существуют различные клинические формы. Конечно, это может негативно повлиять. В дальнейшем у ребенка могут быть отклонения. Ребенок должен находиться под наблюдением у невропатолога-нейрохирурга. Таких детей мы оставляем под наблюдением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова